В далеком 1914 году в главную физическую обсерваторию в Петербурге пришло письмо. Оно было написано делопроизводителем Валаамского монастыря иеромонахом Поликарпом. Вот выдержки из этого послания. За истекшие пять лет у нас наблюдается следующее явление. В юго-западной и западной сторонах Ладожского озера слышатся иногда подземные звуки, имеющие сходство с отдаленными пушечными выстрелами. Этот подземный гул бывает разной степени. Иное время он бывает слышен вдали в озере, как бы исходя из водной пучины. В редких случаях гул этот слышится явственно, раздаваясь под землею и по большей части о западной части Валаама. В последнем случае случайно приходилось наблюдать, что подземный гул, слышанный на острове, сопровождался едва уловимым сотрясением земли. 28 минувшего сентября и 9 сего октября подземный гул, слышанный в западной части острова Валаама, сопровождался чуть заметным содроганием почвы. Как отражается этот подземный шум на водной поверхности Ладожского озера и вызывает ли на поверхности воды волнение? Этого не приходилось наблюдать по той причине, что Ладожское озеро редко бывает в спокойном состоянии. Вот, а когда бывает вот такой штиль, особенно по утрам вот это или ночью, в белые ночи, да, вот бывает такое сидишь-сидишь-сидишь-сидишь, и идет, вот сейчас я уже их начал понимать, они идут со звуком, такой вот утромный звук низкий, да, и чайки летают. То есть она вот перед этой волной всегда летает. Обычно они где-то сидят, это там бакланы вот эти вот, а тут они взлетают. Вот, не знаю, с чем это связано, может быть, с этим звуком. Вот я уже сейчас определяю, что когда эта волна идет, и если только чайки взлетают, и характерный звук, значит, надо смотреть, ждать она. Она невысокая, где-то в районе полуметра вот такая волна идет, пологая, длинная волна. Она бывает одна, бывает две. Монахов интересовало, нельзя ли определить происхождение подземного гула. Их обращение не осталось без ответа. Письмо попало в организованную при обсерватории князем Борисом Борисовичем Голицыным сейсмическую комиссию. Сейсмология в России в первые десятилетия века переживала период бурного развития во многом благодаря усилиям именно Бориса Борисовича Голицына. Им же был создан сейсмограф нового типа. В это время в России работали помимо центральной сейсмической станции в Пулкове с 1906 года более 20 станций. Но в относительно северных широтах на просторах империи, да и Европы, высококачественные постоянные записи велись только в Пулкове. Однако ладожские явления на сейсмической станции зафиксированы не были. Считалось, что причиной подземных звуков могли быть или резкие изменения атмосферного давления, или слабые землетрясения. Центральное бюро сейсмической комиссии на своем заседании 15 апреля 1915 года решает. Признать желательным производство наблюдений на острове Валаам при помощи барографа и горизонтального маятника Цольнера для механической регистрации. А также особого вертикального сейсмографа с коротким периодом и параллельно вести точную статистику подземных звуков. Голицын, кроме того, предложил соорудить на острове специальный колодец для установки мариографа, прибора по измерению уровня воды. Монастырь охотно подготовил подходящее помещение и поручил одному из иноков производить наблюдения. Я первый раз столкнулся с этими волнами лет 10 назад. Дело в том, что я тогда еще не занимался ни историей, ни вообще не знал про эти волны ничего. Дело в том, что там, где я ловлю рыбу, там нету морского судового хода, то есть где проходят корабли. То есть не фарватер, там нету фарватера непосредственно как такового, но есть места судового хода, то есть непосредственно маршрута, по которым ходят корабли. Корабли там ходят речного класса, то есть они не такие уж большие, это не океанские лайнеры. Титаников там не бывает. И тем не менее, вот до ближайшего, вот от того места, где ловлю рыбу, это устье Волхова, остров Птинов, до того места непосредственно, где ходят корабли, как минимум 25-27 километров. При этом корабли там ходят малым ходом, на малой скорости, то есть они, в отличие от океанских круизных лайнеров, которые несутся там на скорости там 30-40 километров в час, эти ползают очень медленно. У них скорость там порядка 10-15, 15 километров в час у них максимум, а то и меньше. И у них килеваторный след, килеваторный след от этих судов, он короткий. Это вот так называемая рассекающаяся волна, которая идет за судном. Называется килеваторный след. Вот эта волна, она короткая, она гасит, угасающая. Она не может быть 20-25 километров, вот, для такого класса судов. И я когда первый раз, помню, подскочил на такой волне совершенно неожиданно, я еще удивился, думаю, что такое. Вот, и как-то насторожился, посмотрел, думаю, нету никаких кораблей на горизонте, не видно ничего там. Следом прошла вторая, буквально там, может, через полминуты такая же вторая. И вот всего их было две. Ну, я, ну, прошли, прошли, забыл про них, про эти волны. Вот. И дело в том, что на Ладоге еще эти волны достаточно сложно отследить, потому что, чтобы их поймать и увидеть, нужен абсолютный штиль. А на Ладоге абсолютный штиль бывает крайне редко. Это нужно ловить погоду там за весь сезон, за все лето там, да, вот, за период навигации там. Это по пальцам можно посчитать такие дни. Обычно там всегда волна, волнение. И вот когда идет волнение, Ладога, она как большая акватория, имеет два типа волны. Короткую волну и длинную волну. Короткая волна — это обычная наша ветровая волна, которая есть на любом водоеме. И длинная волна, которая идет, то же самое ветровая волна, но она идет из центральных районов озера, с больших глубин, и она длинная, пологая. И вот эти вот короткие волны, они еще и накладываются, идут поверх длинной волны. И поэтому на Ладоге очень тяжело отследить вот это все. Они могут быть вот эти волны, о которых я говорю, которые неизвестны в происхождении. Они могут быть и в ветреную погоду, просто ты их не ощущаешь. Поэтому это к тому, какая у них периодичность и интенсивность этих волн, насколько они часто проходят. Приборы начали функционировать в августе 1916 года, но проработали лишь несколько месяцев, помещение затоплялось водой. Известно, что к июню 1917 года лаборатория была переоборудована. Но о продолжении сейсмической регистрации сведений нет, не найдены и сами сейсмограммы. Сохранились лишь записи визуальных наблюдений, которые в 1916-1917 годах вел безвестный монах Юлиан. В качестве примера приведем одно из его донесений. Канцелярия монастыря спешит сообщить, что сегодня 5 марта 1917 года в 2 часа 17 минут утра был наблюдаем очень сильный подземный удар, центральная сила которого была очень слышна на главном острове, где раскинут монастырь. Удар был одиночный, протяжный, наподобие громового удара. Длительность явления простиралась до 30 секунд. Впечатление от этого удара получилось такое, что как будто после разразившегося подземного звука вблизи монастыря, отзвук этого явления покатился на восток, постепенно замирая в своей силе и звучности. Если мы будем предполагать, что источником этой волны являются вот эти большие глубины вокруг острова Валаам, то как минимум до устья Волхова эта волна проходит, а это 150-160 километров. При этом, если она в устье Волхова в районе полуметра, логично предположить, что в эпицентре, в источнике, она может быть и намного выше. Но я там на надувной лодке не плаваю, поэтому я не могу сказать. Может, она там метр-полтора, может, два метра, я не знаю, какая она там. Я могу только говорить там, где я ловлю рыбу, и я знаю эти волны, я их видел. Да, они существуют реально, да. Может быть, тектоническая причина. В случае тектонической причины, то есть здесь же стык двух платформ происходит, это вот, русской платформы и скандинавского счета, это было бы зафиксировано сейсмическими датчиками. Может быть, они и фиксируются, может, так оно и есть. У меня сейсмоприборов нет, я не могу это не подтвердить, не опровергнуть. А вообще, причин может быть очень много. Монахи продолжали свои наблюдения до 1927 года, а возможно, и позднее. К настоящему времени удалось обнаружить в архивах сведения о 125 событиях такого рода на Валааме. Но валаамские монахи вовсе не были первыми, кто заметил на Ладоге необычные природные явления. В 1858 году на озере побывал знаменитый французский писатель Александр Дюма. Вот что он наблюдал в конце июня того года. Судно шло от острова Коневиц к северу. Все заволоклось таким туманом, что друг друга было не разглядеть. В гуще тумана гремел гром, и озеро забурлило, словно вода в котле. Казалось, что гроза зародилась не в воздухе, а в глубинах бездонного озера. Туман все сгущался, раскаты гремели все оглушительнее, угасая в плотных сгустках пара. Молнии отсвечивали каким-то мертвенным блеском. Воды озера вздымались все выше и не из-за буйства волн, а от какого-то подспудного клокотания. Все это длилось часа два. Если мы возьмем в разрезе Ладогу, вот Устеневы, а это условный там северный берег в сторону Карелии, то первая половина озера плавно понижается, она мелководная, там до 40 метров, от нуля до 40 метров, а потом вторая половина начинает вот такими глубинами. Есть шишка посередине острова Валаан, вот такая шишка. А потом опять резкий спад, и потом опять так называемые шхеры пошли в самом конце. Там вот такой вот нервный, может быть какая-то отраженная волна. Вот поэтому может быть две волны. То есть она пошел источник, один пошел напрямую, то есть вот там волна пошла, да, одна пошла волна, вторая получила отражение, вот я говорю, там же вот такая вот все, это неровная. Вот прошло две волны. Где-то если перескочило, может быть три волны, я не исключаю такого. Потому что если есть две волны, вполне может быть и бывает и три волны, может и четыре. Но я видел только одну или две волны. специалисты признают что источниками подземных гулов бывают слабые землетрясения очаговые зоны которых расположены в непосредственной близости сила звуков определяется энергетической величиной толчка и расстоянием до наблюдателя количество ударов зависит от волновой характеристики события прохождения продольных и поперечных волн хорошо известно что слабые а тем более сильные землетрясения в эпицентральной области часто сопровождаются центростремительным подземным гулом и свечением атмосферы а море трясение кипения воды при полном штиле также многократно описаны моряками и путешественниками разных времен и народ значит вообще ладога я скажу так значит этот остров птинов так называемый на самом деле это полуостров еще точнее эта система островов мелкие которые формируют некий полуостров там из каждых этих маленьких астрофов даже имеет собственное название но не малюсенькие размером с этого аудитория и некоторые того меньше в полуостров а сам птинов он может быть размером там 100 метров там 100 на 100 такой даже меньше метров 80 на 80 такой вот и там от него отходят две каменные гряды они вот такими двумя лучами идут и уходят на несколько километров в глубину они имеют явно искусственное происхождение насыпаны камнями значит там рыбаки все знают про них там винтов перебито на моторных лодках немерено сам там бил винт особенно когда низкий уровень они выходят где-то первые пол километра или между метров 700 они прям вот эти каменные гряды идут прямо по поверхности а уровень ладоги он колеблется 20-30 сантиметров от года в год и если вода высокая и эти верхушки камней скрываются с поверхности запросто можно лететь разбить винты винты бушку ковать а там до берега больше 20 километров 28 километров все точно вот когда уровень воды низкий они верхушки торчат и их видно там уже знаешь вот они уходят я с эхолотом плавал как минимум на три километра они вот эти вот так вот расходятся две гряды абсолютно прямые искусственно они шириной где-то в районе 10 метров каждая вот вот такие вот валы уходят явно искусственные явно ручно кто когда я сделал карты ни одна карта даже включая на вионикс их не показывает и со спутника их тоже почему-то не видно существующая сейсмологическая сеть в том числе высокочувствительная финская не регистрировала землетрясений из района ладожского озера скорее всего описанные явления слабые сейсмические станции расположены далеко а их частотные характеристики находятся вне спектра волн от валаамских событий возможно валаамские землетрясения происходили лишь в начале 20 века и с тех пор наступила полная сейсмическая затишье но первые же контакты с местными жителями начиная с сотрудников метеостанции убедили в том что подземный гул на озере им хорошо знаком настолько что даже имеет местный термин барантида такой гул слышит нередко и в наши дни обычно он идет со стороны озера с юго-запада продолжается секунды его сравнивают с эффектом проезжающего вдали поезда к сожалению в отличие от монахов метеорологи не взяли на себя труд фиксировать такие явления в рабочих журналах значит для понимания да есть следы нескольких событий катастрофических при этом выделяется главное катастрофическое событие и в афтершоке они прослеживаются во всей локации и по северному берегу и по южному берегу и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok